В Волгоградском казачьем кадетском корпусе имени Константина Иосифовича Недорубова прозвенел последний звонок. В праздничный день составилось торжественное построение и церемония прощания со знаменем, которая для кадет имеет особое значение. В эти дни казачий кадетский корпус имени Недорубова также отметил день рождения легендарного казака. В честь этого события состоялись торжественные мероприятия, посвященные 130-летию со дня рождения Константина Иосифовича Недорубова и Дню открытых дверей в корпусе. А в праздник последнего звонка, в начале построения кадет, гостей и родителей благословил настоятель храма святых великомучеников Флора и Лавра Алексей Сафронов. Вот в этом периоде жизни вашей желаю вам неотъемлемой Божьей помощи. Учитесь, продолжайте свое учение. Кто пожелает, служите в армии. Всегда помните, что вы кадеты-недорубовцы и всегда с честью несите свое это звание почетно и достойно. Помощи вам Божьей в вашей грядущей учебе, в экзаменах и в вашей повседневной жизни. Мир вам и благословения Господне на вас. После всех участников мероприятия поприветствовал директор кадетского корпуса Эдуард Давыдовский. Вы должны помнить корпус здесь, не забывать родителей своих, потому что все это рождалось в муках, волнениях, слезах. И будьте достойными и звания кадета, и то, что вы учились в этом замечательном учебном заведении. Быть добру и всего вам хорошего. Счастливого пути вам. На мероприятии с яркими номерами выступили выпускники четвертого класса, девятых классов и, конечно, одиннадцатого класса. После кадет одиннадцатого класса провели ритуал передачи и прощания со знаменем корпуса. Кадеты-выпускники передали знамя новой знаменной группе, выпускникам будущего года. Знамя передать. В финале мероприятия ребята 11 класса прошли строевым маршем с песней и бросили монетки в воздух на прощание. Затем кадеты-выпускники выпустили в небо погон со своими мечтами и пожеланиями. Раз, два, три! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok